МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоть где, хоть на природе. Он отличается тем, что он мобильный. Сложил его, как раскладушку его унес. Мылись, мочались, неудобно. А вот здесь я сейчас как раз посмотрел, это очень удобная штука. Как раз шли, дома воды нету, думаем, сейчас помоемся. Мне же скоро будет уже тяжело ходить. Вот это приспособление как раз именно для нас, пожилых. Может, тут помыться можно? Не мылись давно. Вы можете помыться, идите помойте. О, тёпленькая пошла. Тропический душ. Конечно, видишь. Ну всё, вырубайте, я помылась. Потрите мне спинку только, пожалуйста. Почему встали именно посреди? Потому что я уже два года назад это всё придумал. Вы хотите чего с этим делать? Продавать, дарить? Да, как дарить. Это я на собственные деньги всё делаю. Видели вот парня, который стоит там с душами? Как оценили конструкцию? Ну, тут местный просто инженер домашний. Ну, я сразу запутался в душ. Сразу в душ? А я приняла? Жаркость была. Да? А что, она подключена? Для чего? Вы просто представляете, идёте, идёте, тут раз в душ. Низ неоткуда. А мы сейчас находимся на медицинском переулке. Справа от меня 14-я гимназия. Там невдалеке бегают дети. И прямо здесь две удивительные по своей величине и глубине ямы. Если честно, я могу, наверное, поместиться туда целиком. Прохожие, видимо, уже начали использовать в качестве мусорного ведра, потому что очень много всего накидано. И если присмотреться, уже заметны вот такие трещины. Это может значить, что в скором времени яма расширится и станет буквально на ширину всего тротуара. Вчера проходил, вообще не было знаков. Вы часто здесь ходите? Каждый день. А как давно эти ямы? Месяца полтора, наверное. Как снег сошел, так и появились. Прямо сейчас подо мной нет грунта. То есть я стою на куске асфальта, но внизу пустота. Заявка по поводу провала асфальта около гимназии номер 14 передана в службу УДИП и 2.05. Место провала огорожено. УДИП проинформировал службу Кросском специалисты, которые выехали на место для выяснения причин этого провала. Заявка находится в рабочей. Бежит. А должна бежать водичка? Не знаю. Сейчас администрация района уже вызвала службу Кросскома. Мы узнали, что прямо вот здесь за забором проходят трубы. И сейчас специальные службы будут обследовать территорию. Заканчиваем дежурить на набережной Качи напротив Кросскома. Этот участок сейчас реконструируют. А вот беседка, которая сзади меня и которая популярна даже во время ремонта, ее оставят, просто немного освежат. Здесь делают и велодорожку, только не могу понять, она будет внизу на нижнем ярусе возле реки или все-таки вот эта уже велодорожка. Видимо, потом на ней сделают разметку и станет гораздо понятнее. В рамках реконструкции здесь высадят новые деревья. Появятся, говорят, почти полтора километра живой изгороди. Также заменят освещение и все лавочки. Видно, что уже почти сформированы газоны. Правда, ни одного рабочего на этом месте мы пока снимали не увидели. Может, они работают с утра или наоборот по ночам. Кто их знает. Все эти ремонтные неудобства нужно немного потерпеть, но зато территория до Белинского будет благоустроена. И, скорее всего, это все свяжется в наше единое прогулочное кольцо до Юдинского парка. Это была дежурная группа своей новости. Видео и фото присылайте нам на WhatsApp или Viber.